приветствую вас друзья с вами назаренко иван и тренинг вольным терминал тема нашего сегодняшнего видео как настроить пластера в твт значит как вы знаете есть множество видов отображения графика это классический линейный побарный свечной до который отображен у нас здесь есть еще там хайки наши дополнительные они все работают с так называемые ценами открытия свечи закрытия свечи хаем свечи и лоу свечи да то есть за тот период который выбран в данном случае выбран 15-минутный таймфрейм в специализированных программах таких как тренинг вольным терминал доступен такой вид отображения графика как кластерный да он учитывает себе не только цену и время сделки но также третий самый важный показатель это объем этой сделки собственно говоря значит кластер в классическом определен давайте выберем этот вид графика вот он отображается кластер в переводе это скопление или ройс английского да а в классическом определении это объединение нескольких однородных элементов которая может рассматриваться как самостоятельная единица обладающей определенными свойствами в трейд в теме трейдинга кластер это результирующий объем покупок и продаж по определенной цене за определенный период времени то есть это по сути бар и свеча с отображением всего проторгованного объема сделок по определенному уровню цены другими словами это как профиль объема ограничивающий вашим таймфреймом ну или свечой данном случае если я специально сделал такое отображение со свечой чтобы вы видели в таком виде графика мы не увидим какой объем ну а здесь мы больше объем да вот поторгованной здесь максимальный был проторгован больше объема например в этой свече то есть она была останавливающей данном случае здесь тоже да у нас в теле свечи есть объем но максимальный объем продагогery а нам на последнем тике аха я свечи да и есть допустим множего других вот можно посмотреть например увеличить чтобы больше было видно допустим тут но вот тут например допустим относительно небольшой объем про торговом теле свечи а здесь побольше бывает такое что здесь вообще пусто в теле свечи а в поста намного больше про торгована ну или наоборот бывает так чтобы теле свечи проторговано больше объема в хвосте практически нет варианты бывают раз и как вы видите да если мы просто сюда переставляем свечной и кластерный график кстати это я делаю горячей клавишей c на клавиатуре да то есть нажимая клавиши c вы можете быстро переключаться с свечного графика на кластерный на любом таймфрейме кластерный вид отображения графика это как рентген свечи да с помощью такой визуализации можно увидеть профиль торгов за этот период и максимально проторгованный объем однако по моему скромному мнению данный вид отображения он ограничен да поэтому существуют специальные фильтры которые помогут вам увидеть более точные данные да то есть с помощью фильтров при настройке в твт можно выделить можно сказать подсветить кластера определенного объема важного для вас и естественно максимальный объем чтобы сразу видеть точки которых прошло наибольшее количество сделок между покупателем и продавцом начнем с общих настроек по кластерам как вы видите в пункте 3 в отдельно выделено в общей настройках это кластер настройки здесь есть понятное дело цвет заливки цвет заливки в будущем он понадобится по ценам ask и по ценам бит которые прошли сделки да где был инициатором покупателей продавец и есть допустим вот в данном случае отображается как свеча власти но если мы с вами выберем допустим есть можно вообще без ничего отобрения если мы выберем бар то у нас будет отображение бара да ну только без этих палочек по бокам на которые показывают открытие и закрытие как бы это понятно и можно сделать по шире этот бар чтобы было видно вам лучше сразу тело свечи или поменьше я использую такие настройки в общих настройках это все все как я уже сказал данный вид отображения графика довольно ограничен поэтому есть специальные настройки для этого это тратий кластер тип до настройки и фильтры biscuit может быть и даже не настройки фильтры на которые помогут вам увидеть лучше что-то на графике и как и говорил уже допустим мы можем сразу выделить своем максимально проторгованный объем свечи прям на хай свечи максимально подвергhaus в середине свечей по допустим видим что здесь максимально поторгованный объем идет степ-бай-степ все выше и выше ну он такой объем на который движется все выше и выше он условно подтверждает восходящую тенденцию можно это использовать и на больше следующий вид фильтров да у нас это вот они прям ниже идут это цвет первого фильтра второго фильтра можете подобрать и здесь и прописать то есть прописать допустим первый фильтр сделать тысячу да и вас будет подсвечиваться все фильтры которые больше 1000 давайте попробуем это сделать вот они подсвечиваются ну а также еще подсвечивается и максимальный объем да соответственно второй фильтр вы тоже можете применять но в программе например сделано автоматически то есть программа автоматически рассматривает весь выбранный вами период и подбирает оптимальные настройки чтобы в практически в каждой свече подсвечить отсветить для вас важные какие-то перегибы в общего проторгованного объема которые могут быть вам интересны двумя цветами обычно этого достаточно есть такая настройка как показать на графике вот если мы сейчас выберем то они ничего не произойдет мы можем с вами еще и добавить сюда максимальный объем проторгованный и что же это за настройка такая показать на графике закрываем переходим на вечной тип отображения графика и увидим что здесь точно самое то же самое будет и по барном отображение графика вы увидите здесь сразу ваш объем по фильтрам который отображается и максимальный объем до иногда достаточно просто люди используют максимальный объем до наших клиенты я это уберу сейчас за графика потому что нам интересны другие настройки мы мы перейдем к следующий вид настроек фильтров это бит ask текст я считаю что это один из самых важных фильтров он разбивает весь ваш проторгованный объем на объем проторгованный по бедам и по аскам то есть объем проторгованный где инициатором был маркет-продавец и маркет-покупатель ведь вы помните что в любой сделке всегда участвуют два участника покупатель и продавец но один из них приходит по рынку да то есть он приходит здесь и сейчас купить или продать это может быть условно человек банк там фонд или алгоритм по рынку он всегда инициатор соответственно цены ask это маркет-покупки цены бит это маркет-продажи более детально об этом вы можете посмотреть видео про стакан и про ленту принтов там и так далее и про тип ордера вид ask текст он сразу разбивает и вы видите что допустим вот эти два объема например были проторгованы по ценам ask до максимально ну то есть все сделки прошли маркет-покупателями но дальше цена не пошла по той или иной я этот вид фильтра оставлю мне очень нравится и в продолжение предыдущей вариации удобно использовать дельта-фильтр я его активирую который сразу окрасит кластер в преобладающий бит или ask цвет также этот фильтр можно настроить на определенный процент этого преобладания вот здесь у нас допустим вот здесь то есть он более ярко окрашивается когда у вас перевес максимальный до стопроцентный как здесь например это обычно на хаякс и там условно если 50 на 50 до 161 контракт воторгован пласку победу и 161 по аску то у вас как бы сереньким она будет отображаться то есть нейтрально для примера можно сделать настройку сто процентов и вы сразу увидите что вот уже в данном виде отображения графика кластерам вы увидите стопроцентный перевес да по по бедам и по аскам данном случае ярко выделены перевес по аскам данный фильтр как вот мы можем прямо здесь видите он нам сразу дает определенную подсказку что покупатели по рынку пытались покупать цену да то есть когда они покупают и съедают из стакана все лимит ордера они как бы идут все выше и выше и выше и толкают цену вверх но в данном случае стояла огромная заявка из лимитных ордеров но может несколько заявок из лимитных ордеров которые не пускали цену выше 45 4590 и соответственно здесь мы можем утверждать что здесь стоял крупный лимитный продавец да то есть вы по рынку покупали но как бы цена дальше не проходила то есть вы пытались купить но выше не пускал и вот вам реакция на этого лимитного продавца да и мы ее видим здесь и здесь в принципе ну тут не нужно быть симпатий во лбу как бы чтобы понять что в данном случае вы можете умело это все происходило напомню в течение 15 минут умело это использовать и делать сделки до с минимальным стоп-лоссом то есть буквально пару пунктов стоп-лосс и соотношение там если выбрать один в трем например да забирать удобно и сделать опять таки выставляю лимитный ордер довольно часто я скажу такое пробивается то есть маркет если маркет покупатели они агрессивны и они толкают цену толкаются наверх они покупают то они могут естественно пробить эту цену и пойти вверх и но тут преимущество в том что вы можете использовать минимальный стоп-лосс на то есть доступный вам вашего брокера вернемся к настройкам это не рекомендация если что там действию работать только так нужно в контексте торговать этого всего и естественно идти вместе с рынком до используя такие сделки вместе с рынком об этом кстати в нашем видео про кластерный анализ будет и естественно в твт можно на все эти проявления на все эти настройки до которые подбирали важные поставить уведомление сигнал который оповестит вас о случившейся ситуации то есть это не скальпинг какой-то там секунду может относительно скальпинг это 15 минут набивались допустим объем в данном случае 15-минутные свечи как это сделать вы вот если вы вам нужна такая настройка чтобы у вас показывался перевес вы просто выбираете сигнал кластер дельта но в таком случае у вас будут приходить все оповещения и вот на 006 да и на 0 к 68 даже на 0 к одному да и наоборот 1 к 0 перевес будет приходить сигнал поэтому в первом фильтре вот здесь вот это отмечено вы можете выбрать минимальный объем кластеров по которому вам придется например в на европейской сессии по 7500 это 1000 контрактов примерно данном в данном рынке до который сейчас у нас идет может дальнейшем он изменится будет 500 или 2000 на американской сессии это намного больше вот 3000 контрактов и можно кстати также выбрать на количество то есть один у вас кластер будет или два а то и три то есть перевес когда не пускать здесь это тоже можно поменять и соответственно сигнал вам придет если один если два то будешь ждать программа когда два кластера таким проект когда у вас несколько таких кластеров то естественно это прям как стена какая-то лимитная стоит и ну можно подумать можно присмотреться к этому также кластерную картинку рынку можно ограничить только отдельно взятыми крупными сделками тиками что отфильтрует лишний шум из мелких участников торгов это вот в этих настройках минимальный объем тика вы можете допустим убрать выбрать здесь два контракта да и соответственно все кто будут показываться у вас кластерах только все что больше двух контрактов условно так можно укрупнять до максимального укрепления вот то же самое можно ограничить и максимальным объемом тика но это не всегда нужно если вы кстати вставите в настройках 0 это принципе в любых настройках твт то у вас этот фильтр не работает так и я вам показал как настроить сигнал пластер дельты но такой же сигнал кстати можно настроить просто на крупный пластер 1000 контрактов вас будет отображаться если вы выбрали здесь сигнал до количество сигналов если у вас ноль стоит то не будет вас никаких приходить сигналов уведомления о том что произошел произошли торги на 1000 контрактов а если вы поставите один то уже будет приходить такое уведомление как мы видим и понимаем вариаций настроек пластеров может быть достаточно много на всякий вкус и цвет все они служат вам для того чтобы вы профессиональные принимали решения в рынке лучше понимали где происходят те или иные движения видели останавливающий пастера подталкивающий пластера лимитных игроков маркет игроков и грамотнее торговали и грамотнее проводили свой анализ с вами был назаренко и вам и тренинг волиум терминал всего доброго до связи а а а а Продолжение следует...